Три дня изматывающих допросов. 25, 28 и 30 января экс-глава Владивостока Игорь Пушкарёв наконец получил возможность выступить перед судом, дать показания по существу предъявленного обвинения. Он раз за разом озвучивал цифры и факты, которые подтверждали его невиновность, рассказал множество подробностей о работе в качестве мэра и бизнесе своей семьи. Каждое судебное заседание продолжалось более пяти часов и требовало максимальной концентрации. Присутствующим на суде сейчас не позавидуешь. Солнце шпарит в окно, в зале духота, всем хочется есть и спать. Тем временем Игорь Пушкарёв продолжает отвечать на первый вопрос. Напомним, Игоря Пушкарёва обвиняют по трем статьям. Злоупотреблении должностными полномочиями, коммерческом подкупе также его подозревают в предоставлении госзаказом компаниям своих родственников. Обвинение настаивает на том, что в результате подкупа бывшего директора МУП Дороги Владивостока Андрея Лушникова предприятие приобретало по якобы завышенным ценам стройматериалы в компании «Восток Цемент», которую возглавлял Андрей Пушкарёв, родной брат экс-мэра Игоря Пушкарёва. Здесь поясним, основной документ, на котором базируются обвинения, экспертиза, сделанная специалистами Приморского регионального центра по ценообразованию в строительстве и промышленности строительных материалов. Далее – РЦЦС. Сторона защиты, в свою очередь, сделала запрос на проведение целых четырёх независимых экспертиз, которые длились два с половиной года. Их вердикт – выводы специалистов РЦЦС – неполны и необъективны. Независимая экспертиза в буквальном смысле поменяла минус на плюс. Мне была предоставлена информация бухгалтерская, и я её исследовал. В итоге я получил те средние цены, по которым были поставки в адрес «Муд дороги Владивостока» группы компании «Восток Цемент». Дальше – простое действие. Для каждого квартала берётся разница между той ценой, которая характеризовала поставку этого материала в этот квартал, и средней региональной ценой, фактически, которая присутствовала на рынке. Берётся эта разница, умножается на объём поставки, и мы понимаем. Если вот эта разница получается положительная, то «Муд дороги» было хорошо. То есть он получил финансовый эффект. Потому что если я отнимаю из средней региональной цены, отнимаю цену, соответственно, поставки, то получается, что это положительное, потому что цена средней региональная выше, чем цена поставки. Главная ошибка независимый эксперт Юрий Зеленский считает увеличение ценовых показателей материалов на НДС – налога на добавленную стоимость. Различались и объёмы выполненных работ. Независимый эксперт проанализировал 95 организаций, а эксперты РЦЦС – только 45. Юрий Зеленский считает, масштаб выполненного экспертами РЦЦС исследования недостаточен и не даёт ответы на поставленные вопросы. Независимая экспертиза настаивает, что на самом деле финансовый эффект от поставок у МУП «Дороги Владивостока», а значит и у городского бюджета, составил 343 миллиона рублей. Именно такие деньги предприятие сэкономило, сотрудничая с «Востокцементом». Каким выводом вы пришли, рецензируя работу Центра? Я убедился, что были допущены методические ошибки и расчётные ошибки. Первое, так сказать, НДС. Плюс ещё были определённые материалы, замененные одни на другие, взяты отметные цены для других материалов. И в целом, я сейчас скажу, там много было интересных моментов. В итоге получается следующее. Если я исправлю все вот эти допущенные экспертами ошибки, то получается, что цена, вот это превышение цены получается в пользу уже МУП «Дороги Владивостока». Интересно. Получается, что порядка 147 миллионов рублей – это то, что получил МУП «Дороги Владивосток» от этот период, от взаимодействия с группой компании «Востокцемент». Однако сторона обвинения попросила суд отказать в проведении повторной экспертизы, и суд удовлетворил ходатайство с мотивировкой, что проведённая экспертиза соответствует требованиям, а выводы независимых экспертов будут учитываться судом на стадии принятия решения. Сам Игорь Пушкарёв, выступая 25 января перед судом, апеллировал ещё и к цифрам, которые предоставил такой авторитетный источник, как международная аудиторская фирма «Моор Стивенс». Поскольку МУП «Дороги Владивостока» оплачивало приобретённые материалы лишь частично, фактически оно реально завышенную, по мнению экспертов РЦЦС, цену поставленной продукции не оплатило, в связи с чем реального ущерба МУП «Дороги Владивостока» причинено не было. Выступая перед судом, Игорь Пушкарёв апеллировал не только к цифрам, предоставленным авторитетными источниками, но и к простому здравому смыслу. «Фактически следствие обвиняет меня в том, что брат Андрей давал мне деньги за то, чтобы я разорял семейный бизнес. МУП никакого ущерба не понёс. Наоборот, благодаря этой деятельности он ныне здравствует. Если бы я хотел обогатиться, я бы просто взял эти деньги в кассе. 900 миллионов простил МУПу, 500 миллионов налогов заплатил. Это просто мои потери. Мои показания, ваша честь, которые я дал 1 июня 2016 года, практически ничем не отличаются за исключением одного, что я фактически руководил своей компанией. Ну как можно в противном случае компанию заставить подарить городу миллиард? 28 января вопросы Игорю Пушкарёву задавали представители и гособвинения, и защиты. Основной темой допроса стала деятельность МУП «Дороги Владивостока». Как пояснил экс-мэр, когда он стал главой города, предприятие было убыточным. Оборудование разворовывалось. Кроме того, у МУП уже была задолженность перед Восток цементом. Но задачи перед муниципальным предприятием стояли сложные и срочные. Необходимо было ремонтировать дороги и дворы, убирать снег, чтобы в городе не было коллапсов. И тогда в МУП стали закупать новое оборудование и оформили его на администрацию города. У меня на предприятии тоже работали люди, получали зарплату. Но этого было мало. Они возвращались домой по темным улицам, плохим дорогам. Не было школ, детских садов. Моя задача была уже как мэра сделать город лучше. Задача относиться к жителям города, как к своим близким. И максимально создавать условия, чтобы они жили хорошо. Обвинение настаивает на том, что с Игоря Пушкарева, Андрея Пушкарева и Андрея Лушникова необходимо взыскать 143 миллиона рублей в пользу МУП «Дороги Владивостока». А с братьев Игоря, Андрея и Владимира Пушкаревых 471 миллион в пользу города. Однако исковых требований экс-глава не признает и настаивает, что имущественного ущерба МУПу причинено не было. А администрация Владивостока официально не признана потерпевшей. Об этом свидетельствует постановление Следственного комитета России от 30 марта 2017 года об отмене незаконного необоснованного постановления следователя о признании потерпевшим администрации города Владивостока. Процесс по делу Игоря Пушкарева вступил в завершающую стадию. Допрошены свидетели со стороны защиты и обвинения, допрошены и сами обвиняемые. Для меня это волнительный момент. Я настраиваюсь в первую очередь не поддаться на провокации обвинения, на их порой оголтелую грубость и хамство, на то, что я смогу найти нужные слова, чтобы точно донести до вас и до суда то, что считаю для себя важным. Впереди прения сторон и вынесение приговора. Следующее заседание суда состоится 5 февраля. Журналисты Восьмого канала будут следить за ситуацией и рассказывать о деталях процесса в эфире. Напомним, с подробностями дела также можно ознакомиться на официальных страницах экс-главы Владивостока Игоря Пушкарева в социальных сетях Facebook, ВКонтакте, Instagram, Одноклассники. Светлана Садовая, Дмитрий Сухоруков, Сергей Тулатиев. Новости на Восьмом.